такой чудесный летний денек мы решили взять два выходных и спонтанно едем в мини-отпуск мы едем в город водкинс-глен там у нас забронирован отель мы забронировали его вчера будем смотреть на водопады на каньоны взяли ревел чтобы доехать до машины и у нас это четыре часа пути надо проехать 250 миль берет смотрите каков кто у нас переходит дорогу гусь аккуратнее гусь аккуратнее здравствуйте мне пожалуйста чизбургер и большую колу стараюсь незаметно снять знаете кого это бойскауты это первые мои бойскауты в америке они наверно собирают за очки за разведение костров и установку палатки мы остановились на тракстопе чтобы купить себе кофе немного есть возможность снять нашего железного коня вот такой собралет тракс я в россии таких не видел здесь есть старбакс макдональдс в общем все что хочешь вот стоят грузовики представляете такая на трассе остановка просто чтобы человек может становиться перекусить ставить купить в дорогу конечно в америке совершенно друг по-другому ощущается путешествие на машине ты всегда знаешь что не знаю каждые пять минут будет место где можно остановиться своих туалет и есть куда бы не поехал везде смотрите магазин сувениры там кофе в старбакс старбакс вон танкин-донатс вон там бургер кинг он пицца с бара второй этаж все что надо есть туалет и по-любому еще и душ здесь можно применять я даже не знаю что на втором этаже там это конечно классно на всех тракстопах таки всегда есть рекламки тут можно набрать журнальщики про любое место в нью-йорке все бесплатно хотя может быть это плата но это тоже все бесплатно просто берет любые журнальщики в мир все это можно смотреть и брать с собой изучать а потом путешествовать то есть и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Чем дальше идешь по-торопеть и меньше людей «Мы же час, наверно, идем и здесь уже самые стойки остались люди» Смотрите, какие красивые скамеечки из камней. Мы поднимаемся на самый верх, прошли весь каньон насквозь. Мы шли по тропе Джорджа, сейчас поднимемся наверх и пойдем обратно по индейской тропе, нам налево. Поднялись наверх на солнечную сторону каньона, идем по индейской тропе, тут сразу теплее стало пахнет соснами, очень приятно, все кто-то шуршит в кустах, а я иду и глазами еще чернику. Уже увидели одну змею, но не успели ее снять на видео, а еще увидели много бурндуков и птиц. Я думаю еще минут 15-20 и мы выйдем к парковке. Мы очень надеемся увидеть оленю. Волни за люди, некий предложил, а в них плевать. Можно в опцию. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Смотрите, что у нас тут. Пока здесь никого нету, можно взять кусок нашего отеля. И тут очень удобно есть лёд. Можно взять лёд, штопоры, кружечки. Вот этот лифт, но он, видимо, сейчас не работает. Представляете, те, кто построил этот дом, кстати, мы посмотрели этому дому сто лет. Он 1921 года постройки. Те, кто его построил, они предусмотрели себе лифт. Вот на улице такие столики есть. Вот там столики, а вот этот дом, мне кажется, это хозяйский дом. Вон ещё один туалет и граммофон с пластинками. Это барная комната, здесь написано, что вроде бы здесь можно как-то брать в этот винишко. Вот, смотрели, потом вино, можно поедеть здесь, покупать вино. И где-то должно быть написано, как расплатиться за него. Я очень давно не пользовался проекватным пластинок. Это пауэр, старт-стоп, это скорость же, да? А где громкость? А вот олень. А вон и урагай сегодня. Продолжаем изучать наш отель. Кроме нас здесь вообще никого нет. Вот это солнечная такая комнатка. О, смотри, тут всякие снеки лежат. Напитки. Головистки милые. Естественно, я в таком отеле уединённом ещё ни разу не был. Как это правильно называется? Бутик-отель? Я в таком отеле никогда не был. Здесь немножко страшно, потому что никого нет. Сейчас мы пойдём в винный магазин за вином. Фонтаны работают. Ладно. Такой небольшой садик, здесь белки бегают. Ну, смотрите, вот отсюда у нас отель смотрится ярко, дорого-богато. Так. Идём по улице. Кстати, наш город называется, где наш отель называется Трумэнсберг. Может быть, в честь Гэри Трумэна, президента, не знаю. Здесь очень тихо, очень мало людей. Ещё почти все магазины закрылись в 6 вечера. Сегодня воскресенье, и они в 6 вечера закрылись. Самое забавное, что завтра, понедельник, они не работают. И во вторник они тоже не работают. Так что они, ближайше, откроются в среду. Настолько это маленький городок. Надеюсь, винный магазин открыт. Как-то все наши путешествия начинаются с того, что мы идём в винный магазин. Людей мало. Это главная улица. Пошли. Вот ликершоп нам туда. Всё, мы купили две бутылки вина. Одну купили Pinot Noir, другое посоветовал продавца. Хозяин этого магазина. Какое-то красное ещё одно. А потом ещё Ламбрусском всякий случай. А это не вчера смотрели? Не, помню вчера. Кстати, вот это знак. Это масонов знак, по-моему, нет? Да, я думаю, это знак масонов. Возможно, это масонская ложа. В общем, мы купили две бутылки вина, одну бутылку Ламбрусска. А теперь идём немножко пройтись по городу, посмотреть, что здесь происходит. Хотя, мне кажется, ещё метр сто вот там вот он заканчивается. О, смотри, там кот. Да вон, рыжий. Он такой не откликается. Он такой не повиделся. Какой-то такой важный кот. Нет. У меня там свои какие-то дела. В общем, в Турмансберге всё, как всегда, хорошо. Кстати. Вообще-то написано всё это вилла, что это деревня. Ведь мы это деревня Турмансбург. И она 1872 года. Тобишь ему в этом году 150 лет. Ниха. Мы же тут приехали на юбилей. Мы находимся так далеко от Нью-Йорка в маленьком городке. А тут у церкви вон украинский флаг. И предлагается принести цветы сюда. Вот так вот, как даже в самой глуши в Америке поддерживают Украину. А у нас некоторые так ещё не поняли, хорошо это или плохо. Вон белка. Она точно знает, что Путин негодяй. Белка. Какая-то странная белка. У неё очень тонкий хвост. А мы продолжаем нашу прогулку по Турмансбургу. Вот это камень, который был здесь заложен в год основания города. Здесь вот такая плакучая Ива. Очень красивая. А вот здесь вот какая-то церковь. А вон я вижу стрелочку, там написано, что в той стороне музей. Так, ну давайте посмотрим ещё. Сальмон Поттери. Это же жестянщик? Как называется? Поттери как называется? Горшочник. А, горшочник, да. Сальмон тоже. Всё непонятно. Видите? Мне кажется, хозяин этого дома нужно показать, как делать из шин лебедей. Он оценит. Нужно показать психиатр. Сальмон Тормина. Кто это к нам будет? Восеке, он уличный такой, это слабый. Ох, уличный кот. Восеку. Такая расцветка, да? Необычная. На самом деле, когда так мало людей на улице, такая тишина немножко страшная. а еще мы только что узнали что наш отель он называется 16 эллим стрит так вот эллим стрит это улица вязов мы живем на улице вязов дом 16 надеюсь бутылочки вина сделать меня храбрее когда ты знаешь что живешь на улице вязов дом начинает быть немного страшным все мы приехали к нашему озеру озеро называется каюга вот такая парковка детские горочки а вот и озеро мы идем пугать гусей мы тоже так все Ника возвращайся сейчас сейчас Нику побьют гуси Ника пошли хватит пугать гусей пока не село солнце мы решили сходить на таганок водопад таганок Смотрите уже сразу идешь и уже вон это малина малина мы решили свернуть с тропинки и пойти по руслу реки мы не очень знаем законно ли это но мы и так сегодня ведем себя слишком прилично мы даже не пьем за рулем все вино оставили в номере и уехали трезвыми сюда Ника тогда не ходила по высохшему руслу реки я тоже не ходил но по крайней мере по такому большому высохшему руслу точно не ходил ой а вот там вот закат ой а вот там вот закат на водопады нужно смотреть наверное весной или осенью но точно не летом в жару в жару водопад пересыхает через 20 минут будет закат поэтому мы сейчас поспешим обратно на стоянку для нас машина у нас в номере две бутылочки вина еще осталась одна бутылочка ландрушка а мы еще даже их не открывали что конечно неуважительно к владельцу магазина который нам так их рекомендовал Время эмоции Время эмоции Время эмоций одну бутылку вина мы уже допили тут у нас уже наполнена ванная с гидромассажем немного шумновато, но знаете мы проснулись и нам под дверь принесли вот такой чудесный завтрак у нас здесь йогурты, маффины, маленькие бары, хлопья печенье мы купили и поп-колу тоже мы купили сейчас мы это все будем есть здесь у нас есть кофе, сейчас я вам покажу все мы помним чудесное кофе кафеска с инновационной системой заваривания, который дарил нам чудесный кофе в одном коттедже в Ленинградской области, но в Америке они пошли дальше, они кладут тебе вот это, это называется Кмитер, Гет, это просто жидкий концентрат кофе и в инструкции написано просто вылей это в кружку и залей кипятком, я скажу так это хороший конкурент кафеска что мы тут имеем, вот что-то такое о какой отличный кофе, немножко молока и будет готово так что в Америке есть свой кафеска, вот он все мы проснулись по замкафере собрались и выселяемся из этого чудесного номера вот здесь вот вчера мы принимали ванну, здесь она с гидромассажем но гидромассаж устроится странно, тут просто вот такой прибор стоит из него вываривается трубка, ты ее так вставляешь сюда, нажимаешь кнопку здесь вот power и он начинает с зиким шумом дуть воздух туда ну ладно, в ту комнату мы практически не заходили взяли с собой недопитую бутылочку вина, вдруг мы захотим где-нибудь в полях попить вино вот я, вот Ники, Ники помашет камеру все, мы выселяемся я боюсь, там кто-то ходит все, надо пролезть до машины там за углом стоял мужик и поливал цветок я одновременно с ним поздоровился спросил, как у него дела и сразу сказал до свидания выбежал Ника сказал, что я хамлок ну и так вот все, мы выехали едем к озеру и дальше по берегу озера поедем в сторону водопада где вроде бы можно купаться на улице уже плюс 26 поэтому мы очень хотим искупаться в похладной воде так, мы заехали в следующий национальный парк где будет водопад в котором мы хотим купаться ход стоит 9 долларов с одной машины посмотрим, что они смогут нам предложить за эти деньги все, мы припарковались на парковочке сегодня понедельник мало народу надеюсь, что там не будет толстых детей которые будут кричать, орать и писать воду я уже я уже приготовился я уже в плавках дверь закрылась я уже в плавках поэтому я готов так сказать к купаниям буду резвиться да как пёс в воде а вот Ника сегодня до конца не готова что-то собирается одевать а я и говорил, один сегмомер кто это ждет? да мне кажется, что мы подошли к месту, где купаются ну пока что там как-то мало воды но я думаю, это дальше температура воды 68 градусов к сожалению по Фаренгейту о, через 4 минуты можно купаться вон там уже любители купаться уже готовы смотрите, там водопады похоже, как в Индии мы купались в водопаде смотрите, этот водопад такой, полноводный вот здесь видим большая глубина здесь средняя глубина а там лягушатели спасатели уже на месте вон не каплавы вода прохладная но не ледяная здесь водопад и спасатель сейчас виду да та да и offices wool в 6 Субтитры создавал DimaTorzok Мы решили просто купить еды, купили раменок и остановились в красивом месте у озера. Надеюсь, на сцену никто не прогонит. У нас есть дампинг без говядины, два рамена со свиними. Сейчас будем пробовать. Мы пообедали с таким вот красивым видом на озеро. Сели рамена, они оказались очень острые, но мы справились. Ну вот Ника почти справилась. Сегодня до конца. Все, садимся в машину. Сейчас 2 часа дня. Ехать нам 4,5 часа. Как раз к 7 будем в Нью-Йорке. Надо заправиться и подкачать колесо. Написано, что сдувается одно немного. У нас еще, кстати, с собой есть полмутинки вина. Так что вдруг, если колесо сдует окончательно, то можно пить вино, пока будем ждать спасателей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»